Я начну, как начинал и вчера. Я сразу хочу большое спасибо сказать нашему модератору этой площадки, Ева, ты прекрасно, спасибо тебе за это. Спасибо, спасибо. Я очень рада познакомиться с вами, ребят, со всем залом, с большинством, с кем уже имела возможность пообщаться. Спасибо. Я хочу сказать большое спасибо ребятам, которые помогают нам со звуком, светом и со всей этой аппаратурой. Спасибо. Большое спасибо нашим ребятам, волонтерам, которые помогали все это три дня. Вы, ангелы и феи, в общем, большое вам спасибо. Ну что, я хочу, чтобы все вместе похлопали тем виноделам, винодельням, поставщикам, которые поддержали это мероприятие. Все те, кто четыре дня отдавали дегустационные образцы, спасибо вам большое. Ну и спасибо тем, что я уже вижу какие-то лица четыре дня, три дня, два дня, которые ходят именно на эту лекцию. Не знаю, как это назвать. Я знаю, спасибо вам большое. Это все для вас. А мы с хорошими, как лица всех участников и организаторов Гастрит-шоу, хотим поблагодарить амбассадора площадки Вайн-стрит, Алексею Соловьеву. А он все четыре дня наделировал площадку вместе со мной, представлял спинера. Спасибо вам. Меня сегодня окольцевали этой штукой, поэтому я буду без перерыва разговаривать с вами. Ну что, наш формат не изменится. Мы будем представлять каждый по вину. И в конце я уже сказал, что будет сюрприз, и он даже, наверное, не один. Ну что, без какого-либо облагательства стартуем. Первое вино представит Женя Шамов. И самое главное, как вы знаете, все наши дегустации максимально нестандартные, и мы начинаем с красного вина. Так что встречайте красное вино. Работает? Вот теперь работает. Добрый вечер. Спасибо большое, что приходили и пришли сегодня. Это очень круто. Мне самому нравится проводить время с этими ребятами. Я иногда слушаю и, конечно, аплодеваю, но... Блин, лучше, когда вот даже чуть разные по-своему присутствующие взгляды на одну и ту же тему, они раскрывают лучше всего. И поэтому, помимо всей команды, которая помогала, я вот от себя еще хотел бы, уходя с этой сцены, ребят поблагодарить. Похвалу пойму. Ну, почему бы и нет. Именно они придумали вот эту для меня сумасшедшую идею начать с красного. Это не моя идея, сразу говорю. Поэтому мы будем там даже бокалы повоскать. И пробовать будем вино, которое хотелось показать вам, потому что за ним есть какая-то очень крутая легенда. Это будет вино из Грузии. И для меня эта страна, это виноделие номер один, возможно, в мире. Может, прокурировать с Францией. Там люди, просто пряча свои погреба в гараже, сохранили культуру невероятно дикого, какого-то аутентичного виноделия, из которого они сделали еще и, ну, как бы вещь узнаваемую во всем мире, продали ее, стали частью наследия ЮНЕСКО. И весь мир уверен, что технология ВИНК ВЕВРИ, вот этих сделанных в гараже, потому что они просто не занимали место, она, ну, просто известна всем. И все пытаются ее воспроизводить. Причем, ну, поразительно для меня, что во Франции вот такого стиля лина, который мы будем сегодня обсуждать, они стоят, ну, никаких не 20 варей, ну, то есть, не пара тысяч рублей, а они стоят иногда по 8, по 90 евро. И для меня очень грустно, что пока что у нас в стране, ну, практически никто не знает ничего, кроме кинзмараули и хомычкары. Ну, то есть, причем даже семелье иногда не врубаются, что в Грузии есть авторское и уникальное виноделие. И не то, чтобы мне кто-то заплатил, или, правда, у нас нет другого выбора, но вот в Грузию сгонять в этом году я настоятельно всем рекомендую, потому что здесь люди, правда, продолжают открывать миру новые сорта винограда. И у нас в Бокале это Ацханури Саперы. И это вино, которое делает уже третье поколение семьи, которое принадлежит Арчилгуньяво. И это вино сделано в Кверги. Это Эмеретия. Это не Кахетия, не самый очевидный регион. И стиль, ну, абсолютно, как мне кажется, дикий, понятное дело, натуральный. И, ну, каждое такое вино, оно, конечно, не оставляет просто равнодушных. И не то, чтобы мне хотелось вам показать что-то прям самое лучшее из Грузии. Мне хотелось просто показать вам пример того, что где-то в мире до сих пор существуют точки, где люди делают вино настолько непосредственно, что это даже не вписывается в рамки наших каких-то привычных ожиданий и требований относительно вина. Оно продается в России, и ты как раз висит? Нет, это вино, прикольно, что грузинское вино... Правильный вопрос задаёшь. Грузинское вино нельзя завозить в Россию зачастую, если оно натуральное. По нашему законодательству мы не можем завозить сюда непитрованное, бессерое грузинское вино, которое они делают практически ремесленным способом. И вот такие вещи, которые оказываются сегодня у нас в бокалах, они завозятся, знаете как, я вам если скажу, вы обещаете, что никому не расскажете. Даже на видео не будет. Это всё очень просто, надо, чтобы либо у виноторговой компании со стороны России, либо с той стороны были люди, которые могли бы всё это зарегистрировать через большое предприятие, завод и подготовить документы, которые, ну, наверное, не будут соответствовать содержимому, но зато мы получим уникальную возможность. Поэтому я бы такие инициативы, скорее, пытался их поддержать, и пытался бы найти законы пути производства таких вин. Ну, завозы, конечно. Вам вообще нравится, не нравится? Вот давайте так, по стилистике. Это не то вино, которое просто, вот, номер один в Грузии. Это вот вино своего стиля. Очень интенсивный такой, тёмно окрашенный сорт винограда, ещё и с красной мякотью, сделанный цельной гроздью. Вот в вере, в этой амфоре, это же, ну, прям, очень интенсивное вино. Сейчас я на пять секунд на присоединился Сергей Альсиновский. Кто не знает, это человек, который нас в этой четвёрке поддержит и сегодня. Это бренд-шер Сомелье, Майзон-де-Лос, Москва. Вечер, добрые, дорогие друзья и люди, которые, скажите, полны за ложе. То есть перд за три дня. Перед дегустацией так работаете? Мы посмотрели сейчас результаты. Так что, прекрасно. Надеюсь, хочется верить, что это не только то, что наливают бесплатно и хорошее вино. Но вино А хорошее. Б. Женя, во-первых, я бы сказал, что если бы мне такое вино, если бы дегустация, я бы в Грузию, конечно, не отнёс. Это вино, во-первых, оно ответ на ваш вопрос. Нравится ли вам? Отвечаю за всех за вас. Да, нравится, потому что это вино в категории обречённое на успех. Абсолютно. У него нет ничего, что может не нравиться. Оно не выбирает. Оно алкогольный, абсолютно классно интегрирован. В нём сладкий танин мелкодисперсный. Это всё то, что нравится от... Когда начинают удивить, в 17-е отнес? Официально. И вот на юбилее. Это абсолютно хит, Жень. Это классное вино. Ну, человек знает, что делает. Он работает с... Он вас всех просчитал. Помните, какой мультик? Так вот, маркетинг, конечно, в вине, он очень силён. Но когда это делает с умом человек, с желанием сделать продукт, который был востребован, это совершенно другая история. Вот это вино сделано под человека. Мне оно, конечно, нравится. И это такой сорт, вернее, профиль международного формата. Про его гастрономичность я же не буду говорить, потому что оно... Могу долго говорить. Но за вино спасибо большое. Там же, ну, если даже копаться в деталях, ты представляешь, там вот заложено в смысл этого вино всё, история. То есть они рассказывают о том, что мы же, по сути дела, одни из первых людей, которые на этой земле начали выращивать виноградную вазу. Они же с Арменией там очень долго конкурировали за вот это вот первенство. Приложают. Да, да. И работа сама вот эта в стилистике КВР, она же всё равно всех опередила. Все понимают, что в Испании там и стенахи, есть у нас варианты каких-нибудь армянских карасов и так далее. То есть всегда использовались глиняные сосуды, но они опередили всех. И, ну, для меня, наверное, очень важная штука, что современное поколение, даже несмотря на то, что там иногда ребята, ну, встречают тебя на каких-то нивах, вылезают в кожаных куртках и выглядят как страшные бородатые грузины, но они оказываются очень доброжелательными и позитивными людьми. И более того, они умеют работать с достаточно современной аудиторией. Потом не поленитесь, подойдите, посмотрите на эту этикетку вблизи. Это просто оформление, от которого, ну, я не знаю, у меня лично восторг. Ты сам рисуешь этикетки? Да, свои сам. Но мне вот это очень нравится с точки зрения оформления, потому что здесь как раз представлены все три поколения семьи и их практика работы с КВР. И вот этот минимализм, аккуратное оформление, это пример для, мне кажется, многих российских виноделин, которые до сих пор идут в какую-то очень тяжеловесность. Да, заказывать этикетки в Чакурина можно. Это да. Ребята, вам как в Грузии, вы попробовали. О, прекрасно. Я могу сказать, что они считают лейквин, это вот прям номер один из того, что ты представил, больше всего зашло. Жень, а сколько этого вина производится? Если мы говорим об объемах собственных виноградников, это полтора гектара. То есть, сколько? Это для себя. Оно уже закончилось, по сути. При нормальной урожайности это 5-7 тысяч бутылок вина ежегодно. То есть, это производство для себя, по сути дела. Да, вот один из ресторанов группы, где я работаю, это ресторан Казбек, грузинская кухня. И не будет это лишней нескромностью, но там одна из лучших винных карт Грузии. Приходите в гости, оцените, пожалуйста. Это правда. Спасибо большое. Но, соответственно, за счет чего она лучше? Потому что, кроме того, что есть на рынке, естественно, мы все это знаем, пробовали и постоянно дегустируем, мы возим что-то особенное. Вот этот особенный флер, который хочется придать винные карты, потому что гости искушенные, есть люди, которые принципиально бьют Грузию, и их нужно чем-то удивлять постоянно, а у тебя... И ты все время находишься в поисках, а вебозить нельзя. Поэтому дальше я умолкаю, не буду говорить, как мы вопрос решаем, но есть то, чего нет больше нигде. И это вопрос только увлеченности сомельей, и желание действительно быть... Не просто винную карту сделать, а сделать так, чтобы она отражала концепцию. Если мы играем до конца, то мы дружно играем до конца и отражаем в винной карте кухню, гастрономию, гастрономию. Спасибо. Ну что, продолжаем. Опять же говорю, что все будет вверх ногами сегодня максимально нестандартно. Представляю вам Сергея Подпорина. Если кто будет или не был в Ростове, обязательно посетите Leo Wine & Kitchen. Это лучшее заведение в Ростове. Передаю слово тебе. Спасибо. Спасибо. Так, я действительно, из-за того, что свою робу потерял, я другого года робу гастритовскую одел. Как будто бы цветовая гамма подходит. Итак, мы с красного переходим на белое. На белое очень яркое, особенно после такого выразительного, красящего вина, как предыдущий однозец. И это будет ристлинг. Потому что о ристлинге, во-первых, нужно говорить. Это такой постоянно растущий тренд. Не только у магно-профессионалов, ладно, там уже все сложилось, но и, главное, в потребительском спросе. Мы видим, как ристлинг занял свою нишу, если вы откроете. Да. Водичкой. Ну нет, больше длина, чем... Смотрите, все же сболоснули бокалы водичкой. Нет. Это зря. Ну что, пройдемся быстро водой. Я до регустации, да. Или давай разливать, короче. Ну давайте, смотрите. Ладно, техническая заминочка, но... Итак, ристлинг. Если вы посмотрите гидную карту 2023 года, то вы заметите, ну, нормально составленное, что там будет как минимум несколько ристлингов в разных ценовых категориях и, скорее всего, в разных вкусах. Все мы знаем, наверное, или кто-нибудь уже давно слышал, что до условной Первой мировой войны ристлинги в картах Европы, то есть если посмотреть в карту Европы, в индуль-карту какого-нибудь заведения 2007 года, то вы увидите, что вина из ристлинга немецкого, они в стоимости были выше, чем всевозможные классные французские вина, такие как топовые вина Бургундии, Шампании или Бордо. Так вот, есть такая история. Потом все мы понимаем, что цена на ристлинги сильно снизилась из-за двух косячков Германии в 20-м веке. И, по сути, сейчас мы приплыли к тому, что ристлинги – это все еще очень, ну, естественно, крутые вина, но по более доступным деньгам, ежели, может быть, какие-то условные аналоги. Вот, такая маленькая прелюдия. Теперь по поводу самого вина. Это Капелленберг, это Эрстелаге, а-ля премьер-крю французского законодательства. Эрстелаге – это категория премьер-крю в Германии. Так вот, это такой виноградник, в основном на печаных почвах, от производителя Крисмана. И сейчас глава хозяйства Штефан Крисман, он является президентом ассоциации ВДП, а ВДП – это ассоциация, ну, как бы, стремящихся к лучшим винам Германии, с очень таким вот жестким законом на то, как производятся определенные типы вин. Это всегда минимум органика. И, соответственно, здесь биодинамист Штефан Крисман, президент ассоциации ВДП, с отдельного виноградника категории Эрстелаге. Вино 2018 года, и важно понимать, что это вино из регионов Фальц. Кто представляет географически, вот мы примерно знаем, где Эльзас находится. Эльзас – это восток Франции. Вот такая вот маленькая полосочка. Так вот, перед Эльзасом со стороны Франции есть большая горная гряда. И Багедзе, по-моему, называется. И дело в том, что, когда воздух идет с Атлантики, он бьется о вот эту вот гряду, где-то опускается осадками, и перелетает, такие большие воздушные массы перелетают через горную гряду и опускаются уже чуть дальше. Так вот, Эльзас – это тонкая такая струйка вдоль восточной границы Франции. И сразу после Рейна нас там ждет Фальц. И как раз-таки в этом регионе, где вот эти вот воздушные массы еще не до конца перелетели, и они опустились дальше там в Германии, нас ждет такие теруары с абсолютно своим микроклиматом. То есть там, где много солнца, там, где довольно тепло, и при этом это не сильно южные регионы, естественно, поэтому там достаточно вот этих вот наших важных перепадов температур между днем и ночью. Так вот, чем для меня интересно это вино? Дело в том, что стилистически вино Фальца в общей своей массе чуть-чуть, чуть-чуть вот мимикрируют под соседние французские территории. И там есть немножечко от Эльзаса, немножечко от Бургундии. И что это такое? Здесь вино сделано таким способом, что, опять же, это биодинамическое разделывание виноградников, максимально минимум каких-то интервенций человеческих, как это принято говорить. И после ферментации вино проводят где-то месяцев 8 на тонком дрожжевом осадке. И отсюда получается вино такого стиля, что это с одной стороны рислинг, с другой стороны рислинг, который круто пить вот в большом бургундском бокале. У нас, к сожалению, они здесь просто дегустационные. Все мы стремимся к профессионализму. Представьте, как это было бы в широком бургундском бокале. В общем, да, такое вино, ребят. Мне особо приятно представлять рислинг, потому что я, во-первых, действительно часто пью рислинг в обычной жизни. Для меня это такая иногда замена кофе, чтобы взбодриться. Так вот, и тема в том, что рислинг – это действительно та штука, о которой можно бесконечно говорить и зарабатывать на ней. Всем спасибо. Вскрываем мое. Да, все закончилось. Вот, кстати, неделю назад я проводил ужин гастрономический, и тема звучала как рислинги и российское вино. Вернее, русская кухня и рислинги. Это вино, вот именно это вино, именно этого года, 18-го, было в сопровождении с заливным. Это было рыбное заливное, оно называется более бужерное, конечно, в Пушкине все и изыскано, но по сути это заливное. И весь ужин сопровождался рислингами. Это к чему? К тому, что, во-первых, опять-таки русская кухня и рислинг – это вещи абсолютно синонимичные. Во-вторых, как сказал-то оратор предыдущий, то, что у нас рислинги в конце 19-го, начале 20-го года, они ценились, и есть документальное подтверждение того, что рислинг из Мозеля, он стоил 15 на тот момент уе, в то время как DRC и Sautern, такой как Chateau de Quenne, стоили, соответственно, 8 и 5 условных единиц. Не помню, что там было уже, но суть в том, что немецкая классификация вида – одна из самых сложных, и был кризис в 70-х годах у самого всего винного сообщества Германии, когда в угоду спросу стали производиться вина упор на количество, а не на качество, и вовремя принятые государственные меры привели к тому, что сейчас контроль и стандарты качества именно в немецком законодательстве очень высокие. Если вы вспомните винные карты Москвы начала 2000-х лет, то рислинги были представлены в лучшем случае Эггеном Юглером в Германии, и, наверное, Эльзасом очень громкими именами. Сейчас в любой винной карте Москвы, Петербурга, и не только, и ребят из других городов, миллионников в частности, рислинги занимают, как правило, отдельный раздел. И грисный напиток Лосколька, Мелизиманта, Тан-Тан, 2010-й год, и я прямо, если честно, навру вам, если я скажу, что я пью эти вина сам каждый день. У меня так нечаянно получилось, что готовя дегустацию предыдущего дня, которая называлась Open the Battle Night, у меня получилось, что мне удалось найти оба вина, и я не стал ничего делать, и решил сегодня дать тоже вино, которое для меня что-то значит. что меня связывает с этим вином, и почему оно для меня такое особенное, и почему это сегодня я хочу его с вами разделить. У меня была бутылка такого вина только 98-го года, которая пережила 8 переездов со мной. То есть у меня был период жизни, когда я очень и очень много переезжал, и я говорил вам вчера, что я наоборот развязываюсь, когда я провожу какие-то мероприятия, а так в жизни я не пьющий. И, соответственно, эта бутылка, я даже не знаю, как она дожила, и я ее как-то хоронил, и какого-то повода не было, не было, не было. А потом родился Ярослав, это мой сын. И, ну, в общем, эти эмоции, это тоже как-то связано с этим вином, то, что оно такое прям пластичное, и оно, да, конечно, это не шампанское, но это одно из лучших игристых вин мира, и чем оно мне нравится, если его пить не сразу, оно разный, дает ароматы, здесь можно видеть и какие-то первичные ароматы, которые потом уходят и в третичный, которые развиваются, и это очень гармоничный вкус, и я сейчас тоже его хочу попробовать. Да, очень крутое. Да, да, не шампанское, но посмотрите, какое яркое вино, посмотрите, какая тонкая, как очень, какая нежная пена, и, блин, я не знаю, мне это вино больше эмоций передает, чем я буду вам сейчас как-то литературу на нем рассказывать, и какая и медовая, и липовая, и ореховая нота, в общем, я люблю вот этот баланс, и мне очень нравится то, что оно немножко даже переохладилось, и, не знаю, минуты через две оно будет дурки, как мы все с вами, здесь, да. Да, скорее всего, его не будет, и... Да какая разница, они же все равно не через это продают, не через медовость, и вот это все, ощущение. Ну, да, смысл, здесь уже вот такие вина, это про то, что ты их можешь хранить до какого-то определенного момента, и стопудового, вот на всю жизнь у меня это запомнится рождением ребенка, если у кого-то есть дети, мне кажется, это тоже одно из прекраснейших вин, которые можно видеть, когда родился, не знаю, ваш сын или ваша дочь. В общем, друзья, я здесь, хочу все равно потихоньку перейти в то, что пусть вот это вино и для нашей четверки, а в данном случае Сережи и пятерки, будет тоже каким-то сакральным для меня, еще раз, 2010 год, это будет посвящен вам, и я хотел как раз-таки сказать то, что спасибо вам, парни, благодаря вам эта площадка получилась такой крутой, и я даже не знаю, как могло быть по-другому, если не с вами. В общем, за вас. Продолжаю то, что говорил Алексей, это благодаря вам, потому что это все не имеет смысла, если вы не видите ваши глаза, которые сами заинтересованы, потому что вино – это очень субъективный продукт, и вот то, как вы воспринимаете вино, это вы сами процентов на 80. В каком состоянии, все ли хорошо у вас дома, какие у вас тревоги и волнения – это все отражается на вашем сцене. И если вам что-то не понравилось в вине, не будьте строги, дайте им второй шанс. Вы же понимаете, что вы как люди, работающие в ресторанах, в барах, вкладываетесь в заведение, и случается так, что что-то не сработало. И вы говорите гостю, приходите, пожалуйста, в следующий раз. Мы сделаем все, чтобы было лучше. Вот с вином нужно успать так же, и нужно быть жестоким. Касательно этого вина мы дружим с Киаром и переписываемся на все праздники, поздравляем друг друга с Днём Рождения и с Новым Годом, Рождеством с её сыном. И однажды приехала она на дегустацию к нашей группе Сомелье и привезла вслепую черную этикетку черную этикетку Габи 80-го года. Естественно, мы... Можно вам? Я, да, выбираю слова сейчас, да, Серёжа? Когда я вторую бутылку этого вина она подарила ей имени личное, привез в Питере и попили её с Сомелье, в том числе там Гинза были люди, все отнесли её в Бургундию, в Кот-Дубоны и так далее. Это к чему? Мы не знаем сорт Кортеза как таковой. Мы пьём его молодым и всё. А на самом деле этот автохтон он имеет потрясающий потенциал к развитию у таких производителей как, допустим, Молосколька. И волатильность цены на продукты она вообще уникальна. Я не знаю другого цена, который сколько бы оно ни стоило в Price and Simple всегда оно стоит каких-то таких бодрых денег в картах премиальных ресторанов Москвы, да и только премиальных, цена начинается там от 13, я выведил цену в 22 тысячи рублей. Я могу сказать сколько оно сейчас стоит. Я говорил про черную этикетку, а это до десятки стоит, но на сайте Simple в ресторане оно там понятно. Да, и продавать игристые вина вот в такого формата легко и бодро могут только продавать рестораны с итальянской концепцией. Потому что либо просто когда Сомелье фанатеет и продаёт любые видные игристые. здесь конечно потрясающий продукт десятого года мы видим такие уже ну для меня первый нос это такие ароматы мока кофейни тона то есть кофе вы чувствуете кофе? Если вы чувствуете мы знаем на одной волне если чувствуете значит ваш нос вас не обманывает записывайте каждый раз именно такие особенные моменты несвойственные вот казалось бы белым игристовым вину. Спасибо. Сейчас Владислав продолжит эту тему. У меня только шутка есть в дополнение к Сергею потому что он назвал имя главного владельца винодела это Кьяра Сальдати из бренда Лосколька и я помню то что когда она приехала и мы группой Смеле собирались на дегустации она представляется и она говорит меня зовут Кьяра и у нас один человек говорит Светлана она говорит Кьяра он говорит ну Светлана она говорит Кьяра он говорит по-итальянски Кьяра это свет Светлана по-французски тоже Кьяра Свет Светлана нужно назвать ну что друзья первый сюрприз который вас ждет мне нужно два самых необычных предмета которыми вы хотите чтобы Владислав Маркин открыл два следующих вина в кулварах очень просили женские трусы но мы не понимаем какими можно открыть шампанское бейджик ну телефон окей банан очки давайте голосовать вообще не-не-не надо чтобы он был достаточно плотным потому что здесь картон здесь банан давайте уходить банан бокал слишком просто телефон сейчас возьмем у Вики давай сразу возьмем айфон я своим не будем портить людям жизнь он у тебя не слишком плотный тут бейджик не пойдет что это? а пауэрбэнк пауэрбэнк блин может разорваться то есть ему не жалко он мне сто один рубль должны может разорваться которая вы можно попробовать но А он не отобьёт. Давайте всё-таки трусы. Надо что-то... Снимайте те самые-самые трусы, которые такие уже сцементировались. Я думаю, у нас все адекватные. У нас у всех красивые. Лайковым, кстати, можно пугалом забьём. Лайковым либо разобьём, мы его... А значок гастрит подойдёт? Пофигу, бокал слишком просто возьмём. Ну что ещё есть? Чё там такое? Чё-то из Амстердама. Я пошёл. Так, смотрите, а у меня есть... У меня есть пассатижи. Пойдём? Всегда собриношу. На всякий случай. Вот, например, такой. А ты вообще прям молодец. Слушай, ну... Слишком просто. Да чё нет, ну... Ещё ни у кого нет там, я не знаю, этого... А вообще самый необычный предмет. Кардиостимулятор металлический такой. Давайте подсказку, что нести? Как Iron Man. Надо что-то плотное, что-то плотное. Ну вот, хорошая тема, кстати, Амстердам сейчас. С любовью... Я люблю Амстердам. Да-да-да, это тоже сработает. Ладно, чё? Работаем? И, кстати, обратите внимание, фоном... А вы два флакона открыли ещё? Фоном музыка пошла. Чё это такое? О, колонкой! Наши гости уже готовы пожертвовать с самым дорогим, в общем. Нет, это мягкая, мягкая, мягкая. Я это... Жень! Жень! Ты знаешь, что это? Мышка! Это колонка! Колонка музыкальная. Почему ты ходишь с мышкой? Ты ищешь кошку, блин? Мне кажется, что эти колонки это лучшие колонки. Смотри! 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 Слушай, видишь, как их в аймпарке вообще теперь... Всё, искусственный интеллект. Ладно. Газарелка есть. Сейчас, давай начнём с одного. Давайте голосование. У меня же эта штучка. Давайте голосование, если вдруг кому-то... Есть вот пассатижи, есть ключи из Амстердама. Часы готовы, Влад, часами можно. А, я же поймать хотел. Давайте. Классический и безопасный. Выводчик всегда хорошо. Друзей! Вам делать классический и сапраж. Без всяких там верёвочек, без всякой этой ерунды. А я захватила её, как знала, что будет такое шоу. И короче, он сейчас попытается, как истинный чемпион по бейсболу химок, будет ловить это всё. Первое начнём с... Я не знаю, сработает или не сработает, но это будет брелок Амстердам. Вообще, кстати, вчера ребята заняли первое место по баскетболу в чемпионате, так что... Да, и если бы это была правда, то первое. То есть ты обманул, да? Я сказал четвёртое. Друзья, нужно пошуметь, просто создать нужный фон, чтобы там всё получилось. Топ, как этот удар не проходил. Топ, как этот удар не проходил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Офигенный шанс. Давайте без лишних слов. Очень круто сделан. Лайфхак, который мне открыла моя жена. Ни разу я такого не пробовал. Розовые шампанские. Знаете, с чем лучше всего сочетаются? С клубникой? Прости, господи. Кто сказал с сексом? Ай, молодец. Но его не было в квартире в тот момент. Честно, честно. Ну, кто знает, конечно. Кто знает, может, ты хорош. И, на самом деле, очень вкусно, но это, на мой взгляд, это с крыльями барбекю. Вот, офигенно. Это такой, типа, опять джанк-фуд. Ну, есть же такая тема, что, типа, крутое вино и джанк-фуд. Там, бургер с опус-ваном, или, там, сорналай, там, креветки какие-то на гриле, там, с мерсой или картон шерлиманем. Вот, серьезно, попробуйте розовый шамп и крылья барбекю. Это прям, прям очень вкусно. Вот. Поэтому такая тема. Да, это что? Друзья, друзья. Владислав, а вы знаете, что 11 июня, Международный день Розе? Я стою. С наступающим. Друзья, с наступающимся. Смотрите, сегодня еще Международный день друзей, еще один праздник, который можно сегодня упомянуть, и мы, в общем, сегодня в кулуарах как-то прошлись, и у нас получается, что есть еще время, и можно с нами пообщаться. И вопрос один, который подняли как раз в кулуарах, в общем, как мы справляемся с похмельем, и как мы вообще в этих состояниях пребываем. И мы что-то начали сначала какие-то советы говорить, а потом вот никак. Да как в классической шутке, говорит, алкоголь полностью выводится из организма через 21 день, то есть никогда. Никогда, да. То есть и это, и перестал я быть похмелью в 2013 году. Нет, здесь вопрос для никак. Да, нам тоже тяжело, вы должны понимать. И опять, с учетом того, там, моей истории, я с 1 июля в 5 утра выехал из ДОК. Ой, Юля, господи, июня. Я в будущем уже выехал. С 1 июня я выехал, я еще не был дома, я буду только завтра. И вот я каждый день. Я не горжусь этим, но вот такая история. Никак мы не справляемся, нам очень тяжело. Поверьте нам, пожалуйста, у нас все бывает. Плюс парни вчера еще играли в баскетбол. Я как минимум могу по себе сказать, что болеть за них я сломил тепловой удар. Но, в общем, мы боремся с алкоголем как можем. И отстаиваем эту сцену как можем. Что, три вопроса. Я повторяю, три вопроса, которые бы никогда в жизни не могли спросить вообще никого с Винной сферы. Вот здесь вот одна алкоголя. Минута откровения уже. Хотя бы три. Самые каверзные вопросы сейчас. Последний шанс. Сергей, уже не первый день говорите о сочетании винных напитков и блюд. Подскажите, пожалуйста, три блюда или продукта, которые просто невозможно представить без сопровождения винного напитка. Три блюда, которые невозможно представить без сопровождения винного напитка. Пустое блюдо. Пустое блюдо. Это один. Я, видишь, как там блюдо. Честно говоря, я скажу тот продукт, который я ем только с вино. Это чипсы. Это вот продукт, который не назвать даже говорящим словом сложно. Сергей, но шеф-повара с этим могут сделать очень хорошую вариант чипсы. Я на самом деле могу подтвердить. Мы с моей компанией Rating Telly мы делали два раза исследование как раз по сочетанию продуктов и шампанское. И, к сожалению, наверное, мне придется... Нет, ну я издали скажу. Есть такой бренд чипсов, который вы можете найти где угодно с желтой яркой упаковкой. Это будет просто в слепую и самым лучшим вообще сочетанием. Вы можете спросить кого угодно об этом, желательно попробуйте сами. Я, к сожалению, с 2000 года сам начал есть эти чипсы. Потому что это лучше вообще сочетание. Я не буду говорить... Добрый вечер! Простите, бывает дегустация, когда человек сорвался. В общем, соленая рыба и шампань – это тоже рабочий момент. Я не могу. Да. Так, первый вопрос есть. Второй. Вот вижу, девушка знакома. Ай, второй и заключительный. Три. Здравствуйте. А в России есть определенная стигма к сладким и кристым винам. В Европе, ну вот я недавно была, заметила, что очень много есть сладких и полусладких, в ресторанах в том числе. Как вы относитесь к этому? Не надо на меня смотреть. Блин, ну давайте так, мы скорее адепты сладкого виноделия, причем высококачественного. То есть есть очень крутые десертные вина, которые производятся в разных уголках мира. Вот Канады, там до Венгрии все делают красиво. То есть сегодня не лекция по десертному, поэтому не будем там в детали выходить. Главное, ну для нас это очень важное вино. Оно невероятно красивым балансом, зачастую обладает гастрономичностью, как раз о которой бесконечно говорим. И для меня очень большая проблема то, что регионы, которые производят такие вина, они сейчас не в почете, они не фавориты. И неважно сатерновые или такая, вы начинаете производить все больше сухого вина, потому что иначе не продать, иначе не обернуть какие-то деньги. И такие сладкие вина вызывают восторг. Есть уникумы какие-то там, я не знаю, и в Соединенных Штатах Америки, и в Италии, которые умеют и полусладкое сделать красиво. Курни какой-нибудь с 12-го года, ну пипец, полусладкое вино, 1025 в ресторане. Очень красиво и при этом стильно. Я здесь скажу, что, извините, и в России есть коронавшие вина, но это совершенно другой уровень вина по сравнению с теми, скорее всего, которые вы имеете в виду. Ладно, я ведь заразился от Сергея, что я не могу говорить «сидеть». Ладно, давай. Я быстренько закину на сладкую шампань, потому что она все-таки производится, категория ту, от 50 грамм на литр сахара. И вот, ребята, если вы хотите серьезно кайфануть с хорошей черной икрой, то берите сладкую шампань, и вот это будет просто раз, два, три. Я вам понравился. Потому что… Йо. 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 Окей. Раз Йо. Да нет, ну серьезно, потому что это очень вкусно, потому что соленое на сладкое – это самое примитивное сочетание. Кисло-сладкий, солено-сладкий – это самая вообще простота по сочетанию. Поэтому берете офигенную черную икру и сладкую шампанское, и это будет просто… Влад, какое присутствующие на рынке в России сладкое шампанское ты имеешь в виду? Потому что я знаю, вот, последний пробовал такой а-ля Валейс, а-ля. Что еще? Ну, есть сладкий у нас Андре Папфор, у нас есть Жульен Приля, и недавно из Вань Клана кого-то нового привозили, там тоже была сладенькая история. Ну надо постараться, но не надо брать маят нектар, маят айс, такие простые вещи. Ну, если у вас хорошая банка черной икры, вы уже потратили деньги и время, значит, вы можете потратить деньги и время, чтобы найти какую-то сладкую шампанское. И мы не говорим про Асти, Мандора, Чинзана, вот такие вещи, пожалуйста, я вас умолюю. Ну что, последний вопрос. Последний, рука. Милая Майка, стойте. Я хотел в кувырах задать этот вопрос, потому что это тоже странно, но тем не менее, такой подсылок у вас был, что можно задавать другой вопрос, но самообсудный. Я живу в Москве, точнее, в Подольске, это Подмосковье. И мне посчастливилось построить дом, напротив которого есть виноградник с домом, как мне кажется, в французском стиле. И вот, ну там небольшой, может быть, гитара, плюс-минус там полтора. И вот, у меня такой вопрос, наверное, больше Евгения. Насколько есть шансы у этого винодела? Обычно ваш стол сегодня. Я реально думал, я реально думал, что сейчас вопрос задашь, типа, гараж делают на одну или на две машины. О чем посоветую эти пацаны? Нет, слушайте, это вопрос. Парни, парни, погодите, погодите, очень прикольная такая реклама «Живу в Москве». Подольск построил дом. Это как было задумано изначально. Красава, красава. Что, сегодня был пост как раз на эту тему, то, что Химкинская Розе и чего-то там, Подольская, что-то там, ждут нас. И вот как раз на злого дня. Жень, вопрос тебе был? Химкинская. Подольск, Подольск, Подольск. Да, на самом деле очень красивый вид, честно. Через вечер, на сходе. И все стоит вообще. Все стоит. Я выпиваю вино, смотрю, на это все кайфуют. Как можно попасть сюда? Вообще есть шансы? Да. С удовольствием. Мне кажется, одна из главных черт вот всей четверки, с Трёжей, разумеется, тоже, это разговор об открытости. Ну, то есть, привезите, показывайте, давайте попробуем. То есть, сам факт производства, ну, винограда, там, гибридных сортов винограда в такой местности, ну, вообще не исключен с точки зрения энтузиазма. Реально есть ребята-виноделы, которые и в Москве делают вино, и в Санкт-Петербурге, и в Владивостоке. И, ну, это удивительные вещи. Причем, ну, прям с горящими глазами люди пытаются из того, что есть, сделать какой-то продукт. Причем, ну, для меня немного даже обидно, когда разговор заходит о Ленобовости где-то, потому что у нас террор для Сидро. То есть, не должны стесняться люди и, ну, как на онлайнде прям, напирать на то, что это наша фишка, вместо того, чтобы вот с виноградом заигрывать. А так, ну, если у кого-то получается, то это очень здорово. Плюс не забывайте, за последние годы были негацианские проекты, которые прикольно перевозили, например, Сусла из Крым, из Краснодарского края в крупные города. И там, ну, например, выдержкой занимались, бутинированием. Это прикольные негацианские вот такие проекты, которые, ну, сейчас вполне реализуем. Мы пока не прощаемся, я говорил, будет много сюрпризов. Сейчас нам очень важно... Сереж, выйди, пожалуйста, вот сюда. Вот, с другой стороны будет. Друзья, у нас будет небольшая вечеринка, автопати. Будет музыка, диджей. Спасибо, что ты рассказываешь сюрпризы, конечно. Это Ева. Так, ну что, у нас, друзья, у нас сейчас очень важно... Мы сейчас очень бурно будем хлопать Сереже, потому что ему надо на уехать. И я могу сказать, что, Серега, я тебе это уже говорил в подкасте, то, что ты в нашей четверке всегда баланс. Ты тот, кто у нас всех уравновешивает. Спасибо тебе большое. Мы хотим тебе подарить... Влад! Вон же, что он твоя! Сережа, мы хотим тебе... Сережа, чего ты врешь? Мы когда сидели в комнате, ты говорил то, что он баланс. Сережа, чего ты говоришь баланс? Это тебе от Уайл Стрит. Я надеюсь, что ты сможешь взять это с собой домой. Мы... Ты безумно крутой... Спасибо тебе за это. Придется к месту в отскажное куфе, Серега. Ребята, спасибо вам за то, что были активными участниками на нашей улице приезжайте на наши другие улицы, где мы вас встретим. Так, тревожно звучит, может? Я просто из Ростова. Вот. Да, спасибо большое. Надеюсь, что лично я был полезен. Ребята еще здесь чуть-чуть отожгут вместе с вами. А я побежал. Спасибо. Смотрите, вчера на одной из зон, которые здесь есть, в конце произошло то, что нам надо перебить. И, пожалуйста, поддержите нас, если вам понравилось все, что мы делаем. У- are you? У- are You? I have something to eat for early Сейчас не торопись, а опять сорвался. Какая сейчас задача? Во-первых, давайте похлопаем компании La Diagemontina, которая предоставила вино, которое мы сейчас всем разобьем. что 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 сейчас будет друзья человек который срывается уже не первый раз включит громко музыку выходите сюда же не было серёж мы начинаем жестко танцевать возьмите все телефоны на запись пожалуйста сразу включите видео сразу включите видео все 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 и мы тоже и мы тоже серёжа сейчас будем танцевать да включите сразу то что все видео это не выпишу я так не хочу возьмите все какие-нибудь нестандартные предметы с которыми хотите потанцевать и давайте видео готово начинаем жестко танцевать мы должны перебить все другие сцены потому что вайн-стрит это было просто скажите сами я 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!